Приветствуем вас и братья и сестры. Конечно, я, наверное, поспешил с высказыванием, что Александр мудрый человек, потому что мудрость это дар Божий. А относительно того, что умный, не поспорю, молодец. Но вот о чём же я основываюсь. Во-первых, человек был когда-то крещён в православной церкви, но православный никогда и не был. По сути, он сам говорит, он два раза был в храме, всего на пасходе, даже пьяный. Если мы говорим о том, что он написал в комментарии «Благодарю за рекламу», ну, по сути, человеку проповедующее слово Божие реклама не нужна. В принципе, я его не рекламировал. Я могу кого-то порекомендовать. А реклама – это свойство, предлагается тот продукт, который маловостребован. Поэтому я рекламой никогда не занимаюсь. Ну и последнее. Сейчас вы увидите видео, где он говорит, что у православных проблем у нас нет никаких проблем. Ну, в принципе-то, есть что у православной язычники. А потом я дам уже комментарий на это видео. И оставляю за собой всё-таки право ещё дополнить видео о молитве к святыне. Проблема наших православных, что на самом деле они язычники. Я же по себе даже сужу. С детства был крещён и уже думал, что поэтому автоматически верующий при этом Библию в глаза не видят. Ну, то, что глаза вы Библию не видели и себя называете язычником – это ваше личное отношение к самому себе, самокритичное. Если всё-таки говорить о язычестве в православии, то для некоторых то, что мы почитаем Святую Троицу и неосущение раздельное, тоже является язычеством. Ну, допустим, для братьев мусульман. Но если мы берём конкретно хотя бы цитату 1 Коринфянам 1.23, то мы читаем такие слова. «И мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллина в безумии». То есть, если на русский совсем перевести, эллины – это для язычников безумия. Если мы были язычники, они бы нас за своих принимали. Ну, ещё, наверное, вспомним, если последние времена, да, крещения Руси. То первыми, кто именно от язычников пострадал, были мученицки убиты – это Фёдор Варяг и сын его Иоанн. Поэтому как-то мы опять к язычеству не относимся. В церкви был на Пасху, несколько раз, а то раз пьяный пришёл. При этом я верующий. С кем не пообщаешься, вроде бы Бог есть, но живут безбожно. Живут в сожительстве до брака, обманывают и говорят. Но жизнь такая, друзья мои, это обман. Если не уверуете в Иисуса, не покаетесь, не будете ходить в церковь, читать Библию, жить по заповедям – погибнете. Ну, здесь, конечно, можно согласиться с Александром, что если не жить по заповедям, не веровать, не читать Священное Писание, не выполнять слова Господа, в которые мы читаем в Священном Писании, о исповеди, причастие – самое главное, да, соединяться к Господу. Творитесь, Господи мой, Господь сказал, одну из главных заповедей, то, конечно, мы погибнем. Где-то и физически, но и, в первую очередь, для жизни вечной. Храни Господь.